15 августа отмечает свой 85-летний юбилей очень талантливый человек Владислав Бахревский. Его творчество отличается большим разнообразием. Это прозаик, поэт, драматург, публицист, критик, пишущий для взрослых и для детей. Десятки книг на его счету. Себя сам он считает поэтом в прозе. Даже фамилию свою он считает говорящей. Бахарь – это старинное русское слово, восходящее глаголу «баять», то есть рассказывать, подобно мифическому певцу Баяну, из слова о полку Игоря. Большое место его творчески занимают в сказке. Дядюшка Шорох и Шуршавы, солдат Орешек, жемчужина Акатная. Есть рассказы о животных, журавлик, повелитель Памбы. Во всех своих произведениях Бахревский пытается показать необходимость добра и любви ко всему, что нас окружает. Близким, друзьям, животным, родному краю. И воспитывает в детях благородство и чувство ответственности. А сейчас я держу в руках сборник рассказов о детях с весьма необычным названием. Ждите нас волшебниками, которые обладают способностью замечать в обычной повседневной жизни волшебное. Например, вы слышали когда-нибудь, как поет сверчок? А видели, как светит в ночи сверчок? Об этом не только вы узнаете, прочитав эту книгу. Девчонки, следующая книжка для вас. Это повесть Светка. А девчонки настоящим сорванцем. У каждой девчонки есть подружка, а у Светки нет. Потому что характер в нее, может, больно боевой. Да и девчонок стоящих рядом нет. Только Геля. Но она приехала недавно. Светка с ней не успела еще как следует познакомиться. Вот и получается, что дружить приходится только с мальчишкой. А вот легко ли командовать ими? Вы узнаете, прочитав эту книгу до конца. Бахревский, будучи журналистом, путешествовал по стране. Бывал в Сибири, на Камчатке, в Сахарине, в Карелии, на Алтае, в Туркмении, Киргизии и многих других местах. Забирая материал для своих книг. И поэтому друзей у него великое множество. Людей разных профессий. От трактористов, лесников до врачей и астрономов. Эти путешествия и встречи нашли свое отражение в книгах «Гай, улица Пионерская», «Зимая книга» и «Культятные олени». Для старшего поколения у нас тоже «Гай, улица». Это цикл исторических романов и повестей, где он пишет об истоках русского национального характера, который даже под влиянием самых суровых обстоятельств оставался неизменным. Владислав Бахревский хорошо знает историю. Всю свою жизнь продолжал изучать историю России. Эти знания былили в исторические произведения. Например, роман «Сполошный колокол» о Псковском восстании 1650 года. Богатый купец Емельянов скупил весь хлеб и взвинтил на него цены. Псковичи восстали. Полгода городом правили народные старосты по главе с Гаврилой Демидовым. Другая увлекательная приключенческая повесть «Клад атамана» не просто о приключениях бесстрашного и справедливого разбойника Кудияра, защитника обездольных обманутых. Это еще и историческая повесть о жизни России середины XVII века, времен царствования Алексея Михайловича. Следующая повесть «Морозовская стачка» о первой организованной массовой рабочей стачке 1885 года в городе Орехово-Зуево под руководством Петра Моисеевича Волкова. Другая увлекательная приключенческая повесть «Клад атамана» не просто о приключениях бесстрашного и справедливого разбойника Кудияра, защитника обездольных обманутых. Это еще и историческая повесть о жизни России середины XVII века, времен царствования Алексея Михайловича. Следующая повесть «Морозовская стачка» о первой организованной массовой рабочей стачке 1885 года в городе Орехово-Зуево под руководством Петра Моисеевича Волкова. Наибольшую известность принесли автору его исторические романы, такие как «Тишайший», «Авакум», «Страстотерпцы», «Василий Шуйский», «Долгий путь к себе», Всем произведениям Бахревского свойственно скрупулезное изучение материала «Правдивость», «Блестящий язык изложения». Поэтому две книги Бахревского, даже изданные в серии «Жизел» – это «Виктор Воснецов» и «Савва Мамонтов», где он блестяще показал культурную жизнь страны в конце XIX – начале XX века. За свою творческую жизнь он стал неоднократно лауреатом разных престижных премий, в том числе премии имени Александра Пушкина, имени Крапивина, имени Александра Невского, имени Александра Грина. Ему был вручен орден преподобного царевича Дмитрия. Всех заслуг его не перечислить. Почитайте книги Владислава Бахревского, и вы убедитесь сами, что это человек-легенда.